Здесь нам показывается стрелочка зелёная, что всё идёт так, как надо, чтобы мы достигнем заданного качества данной конкретной процедуры. К новому современному аппарату «Искусственная почка» здесь относится как к настоящему врачу. Умная машина сама знает, что именно необходимо пациенту. Аппарат настолько самостоятельен, что может регулировать процесс диализа. Задача врачей облегчается. Таких механических помощников в этом центре 12. Стоимость каждого – почти 2 миллиона рублей. Современное оборудование уже в действии. Сегодня первый раз, получается, что диализ вообще проходит отлично. Мы наблюдались в авиозаводской больнице, лежали там. Аппараты уже старые были такие, что диализ постоянно там. Аппараты выходили из строя. Мы, короче, как диализ, непонятно бывало, что с диализом. А так вообще здесь вот отлично лежим, то есть рады, что всё это открылось. Ещё некоторое время назад это здание было заброшенное. Прогнившие полы, разрушенные стены. За три месяца строители провели полную реконструкцию. И сейчас здесь современное медицинское учреждение. Новый диализный центр способен вместить 96 пациентов. При работе в четыре смены поставать медучреждение, говорит заведующая центром Наталья Венкова, точно не будет. В Иркутске почечной недостаточностью страдают порядка тысячи человек. И заменить им диализное лечение невозможно ничем. Лечится пациент с терминальной стадией почечной недостаточности, где другое лечение уже не поможет. Только замещение почечной функции, так как она была утрачена. Такие учреждения, продлевающие жизнь тысячи людей, региону необходимы. Об этом говорили полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Во время визита в новый центр, как сообщил глава региона, в Приангаре в первом квартале 2012 года планируется открыть аналогичные учреждения в областной клинической больнице. Там установят 40 аппаратов «Искусственная почка». Диализный центр с 20 аппаратами появится и в первой городской больнице Браска. Ирина Агапончик, Александр Мокин. Новости Сеча.